Девушки отдыхают Всем привет, вы на канале Фордмак и мы продолжаем проходить Человек-паук 2 на ПК. И как видите, есть небольшое изменение, я поменял текстурку костюма, ну просто ради прикола, чтобы посмотреть как выглядят фанатские текстурки и должен сказать, чёрт подели, наконец-таки кто-то реально стал делать очень крутые и очень сочно выглядящие текстурки для этой игры. Так что теперь есть возможность поиграть в Паука на PlayStation 4, не имея при этом PlayStation 4. Да я знаю, как на самом деле это жалко выглядит, но почему бы и нет. Как минимум, блин, костюмчик смотрится круто. Такс, ну ладненько, забудем о наших мечтах о консольном Паучке. И нужно отправляться во Скорб. Благо там происходит какой-то непонятный пипец, но, естественно, мы все знаем, кто устроил этот пипец. Так, стрелка нам показывает туда лететь. Попробуем, может быть, здесь можно перелезть? О, да ладно, на это здание можно забраться. И да не удивляйтесь моему удивлению и шоку, просто потому что здесь всё так запрограммировано, что на некоторые здания вы не сможете залезть, ибо там вас ждёт невидимая стена. Вот просто невидимая чёртова стена. Ладненько, а, вот уже Скорб довольно-таки близко. Копы уже там поджидают вовсю. О, ну конечно же, кучка преступников со стереотипными, блин, пистолетиками. Как же я по вам соскучился на самом деле, нет, идите сюда. Я вам размажу хлебало и... О, ну вроде бы всё. Ну пошли в это тёмное-тёмное-тёмное непонятное место. Хотя, если присмотреться, там можно увидеть нечто страшное. Ну нахер, ладно, пошли. Чем этим ребятам не понравились двери? Эй, подержи мне лифт! Эх, воп, ублюдок, уже убежал без нас. Ну ладно, ничего, мы тоже, как говорится, не пальцем деланы, доберёмся до него. Эй, го! О, блин. Попрыгал на его башке, как на батуте. Да не за что, всегда рад помочь. Блин, кстати, неплохо сделано это местечко на самом деле. Даже голограммы такие продуманные. Хм. О, стоп. Нужно это выключить. Глядный. Я тупо не понимаю игру. То сделано где-то всё максимально кропотливо, со старанием, то тупо наобу. Но, наверное, здесь самое простое объяснение, что им тупо сказали в последнее время клепать игру буквально на коленке. В принципе, это нормальная практика для большинства игр. Особенно покинули лицензию. Это было что? Спасибо. Держите газа! Ну, наконец-таки. Ни хрена себе вас тут. На самом деле нет, я что-то удивлен. Серьёзно, всего 4? Давайте, иди сюда. Мне нужно больше мяса. Эй, зараза. Как он это сделал? Тупо какая-то странная лунная походка. Так, ладненько. Я так понимаю, нам в этот лифт. Паучье чутьё просто взбесилось. Человек-паук, пожалуйста, помоги мне. Ну и дело, с кого бы начать? С этого парня в колготках или его безмозглого дружка? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А давай-ка начнём с тебя, товарищ. Спасибо, Человек-паук. Эти бандиты тут повсюду. Они схватили моих друзей. Возьми ключ. О, спасибо. Чёрт подели, не знаю почему, но как только посмотрел на этого чувака, я почему-то сразу вспомнил Блэк Мязова. И да, я знаю, что я не доброшёл эту игру. Так, здесь у нас вроде бы ничего нет, хотя, в принципе, можно даже присмотреться и посмотреть на некоторые текстурочки, которые здесь используются. Вообще, блин, хорошо проработан здесь этот комплекс. Оу. Светящаяся херовина. Хотя, в принципе, я мог бы её потом взять. Ну ладно. Почему бы и нет. Куча каких-то автоматов, похожих на какие-то копировальные автоматы или шредеры. Стандартный ксерокс. Хрена он трясётся. А, в принципе, учитывая, насколько это старая модель, то неудивительная. Мой так вообще из-за тряски мог сыграть целую симфонию, издумая. Спасибо, Человек-паук. Да не за что. Так, Санук, иди сюда. Ох, прикольно подсвечивать эти текстурки. Реально, на костюмчике смотрится шикарно. Заперто, заперто, заперто. В таясиньком. Так, здесь просто какая-то непонятная лазерная фигня. Окей. Сейчас я разберусь с пауком. Уже с тобой разобрался. Человек-паук, это позволит тебе открыть некоторые двери. О, спасибо. Так, ещё одна карьера. Идите в жопу. Всё. Что у нас тут? Я так понимаю, это серверная. Сколько тут этих огромных, огромных системных блоков? А здесь смерть твоя пришла. Блин. Ну, конечно, мощные установочки. Хотя, чёрт подели, жаль, что они не додумались. Хотя, это же Аскорб. Можно здесь было поставить отсылочку на Зелёного Гоблина. Типа, Норман Осборн, все дела. Ну, ладно. Как говорится, не будем жаловаться. Вспоминая, сколько эту игру делали. Так, здесь у нас ещё один радиоактивный элемент, судя по тому, в какой он находится, капсуле. Вообще, пауку нормально с такой херней ходить? Заперто. Да блин, что опять не так? Типа, я же вроде всех спас. Так, ааа, вот ещё кто. Точно, блин. В принципе, оу. Оу, виндузи вернулся, но это ненадолго. Остынь пока. Не нужно больше форсажей. Так, так, что у нас здесь? Да не за что, ребята. Вам будет в клинику сходить, а то у вас одно хлеба в один голос на всех. Ну-с. Так, здесь вроде бы очистили. Больше похоже на какую-то тюремную столовку, чем на какой-то комплекс. Что это у нас такое? Какие-то непонятные чертежи. Наверное, просто зашли в какое-то инженерное, сфотографировали и просто перенесли в игру. Кто знает. Так, здесь закрыто. А, здесь уже можно открыть. Спасибо, человек, паук. Ну, прям, прикольно, что каждая комната здесь сделана довольно-таки разнообразная. Здесь нет таких прям абсолютно повторяющихся комнат с абсолютно какими же текстурами где-то, но что-то интересное есть. И везде, конечно же, научная фигня. Да, именно научная фигня. Просто потому что никто не объясняет, что это. Сейчас я разберусь с пауком. О, близняшки, круто. Даже целый набор близнецов, зашибись. Хотя, учитывая, сколько здесь капсул, наверное, из этих капсул вышли эти близнецы. Чертовы клоны. Человек-паук. Док-Ок собирается взорвать здание. Он заложил 8 часовых бомб, и отчет уже начался. Нужно найти бомбы. Вопрос. Нафига ему взорвать здание? Типа, какую пользу это ему принесет? Фиг знает. Типичный план злодеев. Что-нибудь взорвать или разрушить. Особенно я угорал злодеев, которые хотят уничтожить мир. Нахрена уничтожать мир? Типа, а чем вы править будете потом? Фиг знает. Получил все-таки. А я уже с тобой разобрался. Ага, вот и бомба. Не нравится? Привыкай. Так, эти штуки пока нельзя разрушить. А звук откуда доносится, я не понял. О, ну конечно, опять же детские игрушечки. Да вообще распыкнуть. Как две паутины об здании. О, шикарно. Что-то мне подсказывает, что у кого-то есть на это планы. И чё? Ааа, понятно. Ааа, защитная система. Ну ладно. Расстреляй уже. Отличненько. Всё. Просто великолепно. Просто быстро и испорчи имущество, как я люблю. Что начнём? Как быстро начали, так и быстро закончили. Всё, чувак, не мешай. Я должен спасти мир. О, ну зашибись, мы тут ещё играем в миссии «Неуполнимая». Так. В принципе, я так понимаю, в каком порядке идти, неважно. Главное, самое просто обезвредить эти херовины. Ну, спокойненький такой уголок для перекуса. Ладно. Так, всё, эти херовины обезвредили. Эту тоже. Так, вот у нас силовое поле, мы пока не пройдём. Поэтому, наверное, стоит посмотреть ещё где-нибудь. Ага, вот оно где. Ну ладно. Обезвредим. Серьёзно? Блин. Фак. Чёртов прицел. Блин, ещё вечно забываю про эту сраную стрелку. Я слишком привык, что в играх мне никто ничего не подсказывает. Человек-паук! Твоя удача кончилась! Ага, конечно, такой самоуверенный мудак. Я иду к тебе, чтобы набить морду. Вот и всё. Быстро, просто, без проблем. Так. Да, я понимаю, что нужно пройти туда. О! Теперь там ещё и прицел появился. Ну вообще круто. Так, понятно. Газ здесь не выветрится. Сколько же имущества мы испортили. Надеюсь, мы не влетим в долги. О! О! Какая огромная херовина! Аннигиляторная пушка! Вот это я понимаю, генератор. Так, здесь... Да, больше ничегошеньки нет, поэтому... Сигаем... Ё-моё, как высоко! Ладно. Ну всё. Так, теперь нужно аккуратно отсюда выбраться. Блин, реально здоровая херовина. Так, дальше куда? Блин, реально, куда дальше-то? Фак. Так, спустя одну минуту 37 секунд. Так, ааа, вот же где выход, отлично. Я думал, нам обратно придётся возвращаться, ну ладно. Так, ещё один этаж с бомбами. Что у нас здесь? Оу! Вот те, раз, какие люди там у нас стоят. А вот что? Прости, не дослушал. Я слишком тороплюсь. Так, да, уж ок нас там поджидает. Ну ладно, окей. Мы с ним ещё встретимся. Так, ломаем больше имущества. Я это обожаю. Стоп, а кто это был? Эм... Ну ладно. Поговорим, помог! Ещё одна бомбочка. Поговорим. Мне просто нереально интересно, кто придумал этот механизм. Серьёзно. Я не удивлюсь, если ок обратился просто к пятилетнему ребёнку. Хотя, даже пятилетний ребёнок придумал бы что-нибудь веселее и даже оригинальнее. Так. Опять же, здесь идти приколюхи. Мне они нафиг не нужны. Ооо, какая система. Я думаю, от такой лазерной системы даже Том Круз и Милоёвич вспотеют. На самом деле, нет. Ооо. Ух, какие звуки энергии. Ты меня достал, Человек-паук. У меня только одно поручение. Нужно раздавить этого жука раз и навсегда, чтобы он никогда уже отсюда не выполз. Иди сюда, паук. А я иду, Человек. Ооо, пока. Это было слишком быстро. Ооо, ладно. Довольно пустоватая комната. Подайте его! Спасибо, Человек-то. Не за что. Ладно, куда дальше-то? Так, здесь мы не можем взаимодействовать. Такс. Хм, здесь вроде бы ничегошеньки нету. Ага, вот еще одна. Вы задолбаним! Очередная научная хрень. Оу. Хм, неплохо. Какой-нибудь генетик поставил бы себе такое на рабочий стол. Но не я. Ооо, оно начинается. Так, все. А, не, еще одна фигня. Ох, как же я люблю в разных играх портить имущество. Вы даже не представляете себе. А что-то разлегся-то. Нихрена себе его трясет. Спасибо, Человек-паук. Да не за что. Всегда, пожалуйста, мужик, обращайся. Вы лучше бы мне помогли бы с бомбами. Серьезно. Чего, блин, болеетесь, трясетесь, уж сраные ученые. Так. Больше научной фигни. Секретный паук. Спасибо. Возможно, мне это пригодится. На самом деле, нет. Я вообще не понимаю смысла этих фигур. Фиговен. Ох, какая огромная лексоночка. А, не, лексоночка. Это какое-то просто полупустоватое помещение с кучей компьютеров. Ну ладно. Так, где еще один? Подбегай же ты уже. Все, что вы тут стоите? Идите отсюда. Сколько? Это? Будет продолжаться? О, отлично. Одна бомба осталась. Все. Моя миссия почти завершена. Стоп, нахрен. На мне здоровье. Мне и так вот дофига. Ну-ка-с. Все, товарищ, до свидания. Мне осталось еще убить парочку ваших клонов. Ой, вот наконец-таки последнее. Иди сюда. У меня за тебя кое-то спасибо человеку. Ну вот и все. Финал. Все. Теперь идем за доком. Где бы он ни был. Куда мне надо? Ааа, мне надо здесь обезвредить. Ну ладно. Все, наконец-то. Спасибо, человек-паук. Я открою дверь, человек-паук. О, как вежливо с вашей стороны. Удостоверьтесь, что груз прибудет с товарным составом сегодня вечером. Выбор времени для проведения моего эксперимента – это более важная задача, чем вам кажется, идиоты. И будьте готовы уладить наши проблемы с пауками, если Ирина снова провалит задание. Пути-бойте, какая осьминожечка там ползет. Блин, ну серьезно, это так угарно, как он так передвигается на щупальцах. Анимушники бы оценили. Такс. Ну все. Я так понимаю, сейчас будет босс-баттл. Судя по моим воспоминаниям десятилетнего ребенка. Ух, ну что, поехали. Ок должен быть где-то неподалеку. Помнишь меня, Человек-паук? О, простите, я не заказывал номер на двоих. Ха-ха-ха, я еще посмеюсь над тобой, когда буду заскребать тебя со своей подошвы. И что теперь будешь делать, паучок? Прыгать-то и некуда. Никогда не говори «ща». Так говорят одни кретины. Ладно, забыли. Ну все, раздавлю, заразу. Здесь слишком мало места, чтобы уклоняться от Рина. Может заставить его таранить генераторы? Отличная идея. И самое очевидное. Давай, давай, иди сюда. Ты только злишь меня. Я здесь. Алло. По-честному, ты меня не победишь. Я перееду тебя как пояс. Давай, давай, подходи. Кажется, или он правда становится сильнее. Раздавлю. Да не становится он сильнее, просто он слишком сбешен. Как болтаев, то мы не очень забыли. Я тебя почти размазу, сопля. А, это просто. Серьезно, прямо реально очень простая битва. Ну и все. Финальный генератор. Слушай, может не надо? Кому нужен холодец? Серьезно, я не особо люблю холодец. Ни хера себе, какой эпик. Так опасно. Ужас. О, ладно, поваляйся пока. Блин, прикольно здесь у него броня. Ну что, с Риной мы расправились. Надо искать тока. Что-то не так. Не так быстро, хозяевка. Ты правда решил, что со мной так просто разделаться? Конечно, я думал. Ох, жидкий азот. Ну, ладненько, сделаем замороженного носорога. Ну и последнее. Так, нужно выбираться отсюда. Блин, шикарная статуя получилась. Ну ладно. Нам пора выбираться из-за скорпы. Хватит прятаться, Ок. Я знаю, что ты здесь. Что за... Ну вот, был квартал. Как тебе нравится мой город, Человек-паук? По-моему, раньше было хуже. Я разорвал весь твой город на куски, паук. И знаешь что, Человечество, ты следующий. И все, как я и думал. Еще не приятный секунду. Где Окс третьим? Каким третьим? А, ну да. Типа мы должны это знать, потому что мы смотрели фильм. Нам об этом в игре ни хрена не расскажут. Ну что ж, ребята. Как видите, мы оказались в довольно жуткой ситуации. Весь город разорван на куски благодаря нашему мистеру Аквариуму Мистерио. Ух, блин, реально картина жуткая. Однако с этой Ситойовиной мы будем разбираться уже в следующей серии. И будет она на самом деле очень интересная. Наверное, это вообще лучшая локация во всей игре. Так что всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и всем пока. До новых встреч!